Всем привет! Итак, в мире сейчас не самые простые времена, и, конечно, самая обсуждаемая тема сейчас — это коронавирус. Я уверен, что это рано или поздно закончится, и чем дольше мы будем оставаться в самоизоляции, тем будет лучше для нас, для всех. Что делать в самоизоляции? Смотреть курсы изучения английского языка. Это же, по-моему, так круто и здорово. Итак, мир меняется потихонечку, но вместе с ним меняется и чувство юмора, и даже язык. И некоторые фразы входят уже в повседневную нашу речь. О них сегодня и поговорим. Итак, уже появилось новое слово, которое тут же попало в Urban Dictionary. И это слово «covidied». И, наверное, после вот того глагола «to Megan Markle», кстати, мы о нем делали видео, обязательно посмотрите, оно в глаголах и новых фразах этого века. Так вот, это второе новое слово тысячелетия. Согласно Urban Dictionary, слово «covidied» произошло из-за вируса COVID-19, «virus». И отчасти из-за тех, кто стоял в очередях в магазинах, кто воевал за рулоны с туалетной бумагой и вообще, в принципе, чрезмерно паниковал. Теперь же этим словом можно обозначать любого человека, который игнорирует меры безопасности в нынешней ситуации, который вообще не заботится о своем здоровье и параллельно скупает все подряд. Или же другими словами «someone who ignores the warnings regarding public health or safety». Или другими словами «a person who hoarding goods denied them from the neighbors». Ну, то есть, если переводить это слово на русский язык, то получается такой «жмот», это довольно близкое понятие к «covidied», который абсолютно не думает ни о ком, кроме себя, но вместе с тем и о своем здоровье тоже не особенно заботится. Вы знаете, я тоже видел тех людей, скорее всего, по прошествии времени, и вы тоже можете вспомнить, таких, кто вывозил просто тележками крупу из магазинов, макарошки там различные, туалетную бумагу и прочее. Это породило кучу мемов и кучу шуток. В интернете можно все это дело найти. Конечно, мы никого не осуждаем. Если это человеку действительно надо, то, пожалуйста, закупайтесь. Это, наверное, правильно. Другое дело, если вы делаете это просто так, потому что кто-то что-то сказал и потому что началась паника. И поэтому не удивляйтесь, если про таких людей вы вдруг услышите фразу Что значит, ты видел того чувака, который немного спятил от всей этой короноштуки? Я видел его с тонной крупы, идущим вдоль по улице, ну просто настоящий ковидиот. Кстати, не так давно я видел статью, которая рассказывала о том, какие продукты пользуются гигантской популярностью сейчас в связи с нынешней ситуацией. И вот этот список. Ну, во-первых, grout, то есть крупа. Во-вторых, oatmeal или porridge, то есть овсянка. Дальше следует pasta, macaroni, mac, noodles, spaghetti, то есть паста, макароны, спагетти, лапша. Cant goods, то есть консервированная продукция или просто консервы. Ну и, конечно, многое другое в этом списке, но больше всего мне понравился тот пункт, который говорил о том, что если вдруг вам стало скучно, если вы чувствуете себя в каком-то подавленном состоянии, и вообще вся эта обстановка вас гнетет, и вы хотите просто подвлечься, что-нибудь посмотреть, подумать о чем-то жизнерадостном, то при всем этом вам поможет один единственный продукт. An ice cream. Мороженое. Находясь в режиме самоизоляции, конечно, не стоит пренебрегать правилами, о которых все говорят, то есть чаще мыть руки, меньше контактировать с окружающими и вообще следить за своим здоровьем, а также беречь здоровье своих близких и, в принципе, людей, которые вокруг. Чтобы про вас не говорили вот так. This covidiot is touching and hugging everyone he sees. То есть этот ковидиот трогает и обнимается со всеми, кого видит. В мире хэштегов появились новые обозначения, такие как coronavirus и COVID-19, а также более позитивное обозначение stay homecation, которое произошло от фразы stay home, то есть оставайтесь дома, к чему призывает весь здравомыслящий мир, и vacation, то есть отдых, отпуск и так далее. Интернет заполнился подобными публикациями с таким хэштегом, поэтому обязательно посмотрите, поднимите себе настроение, может быть это на что-то вас вдохновит. Ну вот, например, кто-то начал печь пироги, кто-то забрал всю свою семью и весело укрылся от коронавируса. Кстати, если вы поняли, о чем говорит человек в очках в этом ролике, то обязательно напишите нам в комментариях под этим видео. А еще мой один знакомый выдвинул такую идею, что фраза stay homecation произошла совершенно от других слов, ну вернее, первая фраза stay home там такая же самая, а вот второе, не vacation, а location, то есть stay home location, локация, оставаться дома. Кто знает, может быть, он тоже прав. Заговорить на английском в нынешних условиях гораздо проще, чем раньше, потому что раньше нас отвлекает работа, сейчас времени свободного гораздо больше, и поэтому запишитесь на бесплатный вводный урок онлайн-школы английского English. Занятия проводятся каждый день по 15 минут, это весело, продуктивно, интересно и, самое главное, не скучно. И при записи сейчас два бесплатных урока в подарок. Поэтому переходите по ссылке под этим видео и получите два бесплатных урока в подарок. Еще одно слово, которое очень много говорит о панике вокруг, это covitifo. Как подчеркивает Urban словарь, это существительное, которое обозначает следующее. То есть это человек, который набивает целый мини-вэн или фургон туалетной бумагой и детскими влажными салфетками, потому что он слышал по телевизору, что сейчас просто какая-то гонка за туалетной бумагой и детскими салфетками. Другое слово, которое в тренде от 25 марта, это covitclown. Другими словами, это синоним covitiat, fool или clown. Определение на английском звучит так, я его прям дословно прочитаю. Другими словами, это человек, который извергает кучу фактов о коронавирусе. Они не проверены, он не имеет ни малейшего понятия о них, но тем не менее он рекомендует всем практически в панике носить перчатки и маски. Тем временем австралийцы тоже не скучают и развлекают себя тем, что придумывают сленг, который связан, сами знаете, с чем. Как пишет австралийская газета The New Daily, ничто так не описывает австралийца, как склонность к сокращениям различного рода и к превращению нормальных английских фраз, слов и выражений в свои жаргонные версии. И вот, что они придумали. Первое слово сани, то есть санитайзер для рук. Второе, айсо, то есть self-isolation или lockdown, то есть самоизоляция. Довольно забавное слово, the rona, то есть сокращение от короны. Мэкпай, это такой процесс сметания всего, то, что находится на полках в любом магазине. Подобно тому, как сорока несет в свое гнездо, или куда там сорока что несет, все то, что блестит. И есть даже целое предложение, в котором можно употребить все эти слова. Ну вот, например, такое. По-русски это будет звучать так, то есть тест на коронавирус у моего босса был положительным, поэтому сейчас я нахожусь в самоизоляции, заскакивал не так давно в магазин для того, чтобы купить санитайзер, но оказалось, что там все смелее. И все-таки мы надеемся, что совсем скоро вся эта ситуация останется в прошлом вместе с этими словами. А пока давайте помнить о следующем. Self-isolation, то есть самоизоляция. Второе, то есть social distancing, то есть соблюдение дистанции, если вдруг вы находитесь в общественном месте. Ну и, наконец, призывы wash your hands, то есть мойте руки and stay calm, то есть будьте всегда спокойными и при этом сохраняйте хорошее настроение. И это все, что мы хотели на сегодня рассказать. Спасибо за то, что посмотрели. Не болейте, мойте руки, будьте здоровы and see you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok